Всем привет, друзья! Вы на моём канале, я художник Вики Мир, и сейчас будет короткое видео о том, какие визитки нужны творческому человеку, что на них должно быть написано, как вообще сделать визитки интересными, креативными, необычными. Если вам эта тема интересна, то продолжайте смотреть это видео. Если у вас есть сложности с просмотром YouTube, это видео доступно на ВК-видео, переходите по ссылочке внизу и смотрите видео в максимально хорошем качестве. Это коробка с моими визитками. Дизайн визиток я сделала сама, и я уже знала заранее, что я захочу их как-нибудь украсить, что-то с ними захочу сделать. Художник Вики Мир, с одной стороны логотип написан, с другой стороны все контактные данные, максимально четко и на русском языке. Визитка предназначена для пользователей, которые владеют русским языком, поэтому все на русском языке. И первое, на чем я хотела бы заострить внимание, вы, когда создаете визитку, вы должны понимать вашу целевую аудиторию, вы кому будете раздавать эти визитки. Это люди, которые сидят где, на каких площадках. Это люди, от которых вы хотите что? Вы от них ждете, что человек возьмет вашу визитку и когда-нибудь вам перезвонит. Или что? Или это человек, который пользуется социальными сетями, или вы приглашаете кого-то к себе на сайт. То есть что вы хотите, кому вы раздаете? Опять-таки, это человек, который владеет каким языком? Это иностранная аудитория или это русскоговорящая аудитория, и тогда текст должен быть оформлен в соответствии с этим. Я считаю, что на визитке все должно быть минималистично, лаконично, не должно быть какой-то лишней информации, но при этом все контактные данные, которые вы хотите сообщить, они обязательно должны быть. Не менее важно создавать читабельную визитку, потому что часто за какими-то приукрашениями может потеряться контрастность, визитка станет нечитабельной, может быть перенасыщенность какими-то цветами, и визитка будет вообще там вырви глаз, и сложно будет найти какую-либо информацию. То есть хорошо составленная визитка — это когда человек смотрит на нее, и в течение двух секунд он может найти ту информацию, которая ему нужна. Еще одна важная вещь. Часто бывает, что где-то там в сумочке валяется десяток всяких разных визиток, и человек, когда достает визитку, он должен сразу понимать, что это, чьи это контакты, кто это, кто он по профессии. Это что? Это визитка врача, должно быть подписано, что это врач, а не просто имя и фамилия, это визитка художника тоже, это не просто имя, фамилия или там ваш никнейм, ваше творческое имя, а должно быть написано слово «художник», слово «стоматолог», слово «мастер по миникюру», то есть кто вы? Это должно моментально считываться. И напоследок оставила самое интересненькое — это визитки и ваш личный бренд. Сейчас будет несколько практических советов, как сделать так, чтобы визитка отражала именно вас, именно вашу деятельность. Мои визитки украшены вручную поталью. Это их завершённый вариант. То, что я показывала до этого, это такой некий полуфабрикат. Вот каждая визиточка, она чуть-чуть отличается от другой. Сделала я это сама, вручную. Я прикреплю вам вдохновляющие изображения куда-нибудь сюда. Можно сделать с визитками очень много чего. Можно украсить вручную поталью. Сразу раскладываете на стул, делаете сами или делегируете вашему помощнику. Можно все горизонтальные поверхности использовать для этих целей, разложить визитки столько, сколько поместится, и всё это вручную, быстро, в промышленных масштабах сделать. Уйдёт на это, например, час, но визитка будет смотреться стильно, классно. И этот эффект нельзя будет достичь, если, например, вы выбрали золотое тиснение фабричного изготовления. Всё-таки ручная работа, она даёт некоторую такую погрешность, такую очень крафтовую. И это круто, это здорово. Следующий вариант. Можно было изначально печатать визитки не на белой бумаге. Видно, что у меня просто обычная белая бумага. Можно было использовать крафт-бумагу. Тоже классный вариант. Особенно сочетание крафт-бумаги с каким-нибудь цветом, с глубоким синим, глубоким бордовым. Если у вас какой-то продукт, отражающий натуральность, глубокий зелёный, будет классно смотреться. Здорово выглядят визитки на чёрном фоне. Здорово выглядят визитки со скруглёнными краями или с тиснением. Обязательно всё это можно использовать, чтобы подчеркнуть люксовость вашего товара, премиальность вашего товара. Потому что визитки — это ваше лицо. Что касается ручных методов, можно крафт-бумагу где-то частично приклеить к визитке. Всё будет прекрасно держаться, ничего никуда не отвалится. Можно приклеить чёрную бумагу. Можно приклеить сухоцветы. Можно использовать специальный штампик и поставить на визитки, там где место вашего бренда, поставить штампик с клеймом «Заказать штампик». Это тоже будет смотреться очень классно, объёмно и интересно. И такая визитка сразу привлекает внимание, особенно если вы творческий человек. Здорово будет смотреться визитка, на которой мазки, краски или акварельные подтёки, если бумага не гладкая, а более шершавая. Вообще при желании можно хоть от руки написать визитку, и это будет очень классно. Просто сколько времени у вас это займёт, смотря в каком объёме вы собираетесь ваши визитки раздавать. Нужно учитывать их, нужно учитывать скорость их оборота. Поэтому я бы всё-таки отдала предпочтение тем способам, которые большая часть труда сделал робот, сделала автоматизация, а меньшую часть труда выполнена человеком. Если вы, конечно, сторонник ручных методов украшательства визиток, назовём это так. И закончу супер базовыми вещами. Если вы решили сделать дизайн визитки самостоятельно, то обратите внимание на выравнивание. У вас весь текст должен быть выровнен. Например, аккуратно будет смотреться выравнивание по левому краю, потому что визитка, на которой прыгающие буквы, будет смотреться странно. И в визитке лучше использовать один шрифт, ну максимум два шрифта. И тогда тоже всё это будет максимально аккуратно. Наш шрифт должен быть читаемым. И не забывайте оставлять засечки в Adobe Illustrator или Adobe Photoshop. Засечки делаются всегда, потому что есть некая погрешность типографская в виде нескольких миллиметров, которые могут отрезать край не совсем ровно, чтобы у вас не было выхода за поля, и какие-то белые непрокрашенные элементы ставятся засечки. Есть универсальная модель, но она может не всем подходить. Друзья, подписывайтесь на мой телеграм-канал, чтобы оставаться на связи. Там я делюсь своим творчеством, всякими идеями, новыми работами. Если у вас есть сложности с просмотром YouTube, это видео доступно на ВК-видео. Переходите по ссылочке внизу и смотрите видео в максимально хорошем качестве. Также подписывайтесь на мой ВК-канал. А я хочу пожелать вам всем вдохновения и добра. Всем пока, увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok